Звёздная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова. На радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброго времени суток. Я, дорогие друзья, с большим уважением и с некоторой ностальгией, и в то же время с восторгом представляю вам участника моей сегодняшней программы. Это Олег Усманов. Кто любит рок-н-ролл российский, и кто знает его историю, тот знает, конечно же, и группу «Мистер Твистер». Здравствуй, Олег. Приветствую, Виктор. Олег, сразу первый вопрос. Вот «Мистер Твистер», кто это придумал название? Ну, совсем коротко тогда. История буквально на две минуты. Я повстречался в Москве с Вадимом Дороховым, который классно играл на гитаре и пел. К тому моменту я играл на гитаре и тоже пел. И когда мы с ним повстречались, первый же вечер мы пошли джимовать, то есть ко мне на квартиру, встретились, поиграли, попели «Битлз». У нас голоса там фантастическим образом сплелись вот прям сразу же. И мы начали репетировать. То есть мы поняли, что надо играть, а мы даже не договаривались о том, какую музыку играть. Мы почему-то сразу договорились, что это будет рок-н-ролл, такой рок-н-ролл 50-х. Элвис Пресли, Чак Берри и вся вот эта вот кухня, которую я потом описал в книге «Свои герои рок-н-роллы». Потом Вадим ушел быстро в армию, и я в этот момент поиграл в каких-то группах, ухотил из них быстро, потому что репертуар мне не устраивало. И нашел барабанщика Валерия Лысенко, с которым мы вместе стали ждать уже Вадима, стали придумывать название. Ну и вот мы вместе вдвоем придумали название, но в итоге он мне в конце позвонил и сказал, что давай вот так. Потому что я ему предлагал, может быть, доктор Буглили, мистер рок-н-ролл, ну и в итоге он предложил мистер Твистер. Здорово. Давай сейчас послушаем, вспомним песню из вашего репертуара. В каком году эта песня была записана? То, что сейчас мы услышим, это мой ансамбль «Пижоны» нынешний, где у меня там дудки, фоно, и вот в дополнение к рок-квартету, как у нас было гитара, саксофон, контрабас и барабаны, потому что я на контрабасе играл, единственный тогда в России. Сейчас вот Биллис Бэнд, там Билли играет на контрабасе, больше контрабасистов поп и рок-музыку не играет у нас. Итак, песня «У самого Синего моря» в исполнении ансамбля «Пижоны» и я на ведущем вокале. Слушаем эту песню на волнах радиовоз. Военно-морская тематика. У моря, у синего моря, со мною ты рядом, со мною. Солнце светит лишь для нас, с тобой целый день поет прибой. Огромное небо над нами, и чайки кружат над волнами, И солнце светит лишь для нас, с тобой целый день поет прибой. Плывите, дельфины, в другие моря, Плывите, дельфины, в другие моря, Плывите, дельфины, в другие моря, Расскажите, как стал счастлив я. Плывите, дельфины, в другие моря, Плывите, дельфины, в другие моря, Плывите, дельфины, в другие моря, Расскажите, как стал счастлив я. У самого синего моря, Со мною ты рядом, со мною, И солнце светит лишь для нас, С тобой целый день поет прибой. Целый день поет прибой. Целый день поет прибой. Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, напоминая у нас в гостях у меня сегодня Олег Усманов, который стоял у истоков легендарной рок-н-ролльной группы «Мистер Твистер». Сегодня у тебя группа «Пижоны». Сейчас давай о ней вкратце поговорим, а потом придем к тому, к чему ты пришел со временем. Как этот коллектив возник, и сколько он существует. Ты знаешь, уже очень, очень много. То есть в 99-м году я отыграл концерт «Мистера Твистера», и параллельно я думал, что делать дальше, потому что меня это совершенно не устраивало, то, что там происходит. Просто вот один рок-н-ролл в 13 лет мне надоело делать. И на последнем альбоме «Мистера Твистера» я начал делать вот что. Я предложил записать песни, ну, на русском языке, естественно, наш материал, но в тех стилях, которые стали, как сказать, прародителями рок-н-ролла. То есть дуап, то есть, ну, многоголосие вот это. Дальше буги-вуги, дальше кантри, дальше вестерн, потому что у нас была песня... Такая историческая прогулка, да? Да. Дальше была джазовая баллада, где Алексея Кузнецова, джазового гитариста нашего, пригласил поиграть, но я разработал такую плотную гитарную аранжировку, сейчас я там сыграю... Тут даже не услышали. Сыграю даже, что ему оказалось просто там делать нечего. То есть, ну, очень плотно. Кто тебя выдумал, звёздная страна, снится мне издавна, снится мне она, выйду я... Ну, и так далее. Здорово. Дорогие друзья, я хочу сказать сразу, что вот петь утром, мы сейчас встретились утром, петь утром очень тяжело. У тебя, Олег, такой насыщенный, очень богатый тембрально голос и такой бархатистый. И, то есть, чувствуется маститый исполнитель в рассвете лет. Как это удается вот так вот? Раз с утра взял и спел так красиво. Ну, ты знаешь, во-первых, я вчера урок давал вокала. Вот. Я даю частные уроки, у меня свой онлайн-курс в Инстаграме я веду. Ну, если я людей обучаю реально петь, потому что я владею методикой совершенно уникальной, которая может раскрыть голос абсолютно любому человеку. И единственное препятствие – это плохой слух. Но, как выясняется, люди, когда мне пишут, у меня плохой слух. Я говорю, а дай-ка я тебя послушаю. И выясняется, что он никакой не плохой слух, просто он немножко нетренирован. Ведь скоординировать то, что ты хочешь спеть какую ноту, ну, там, высокие ноты, да, или там, ну, мелодию какую-то, и это надо просто навык, и чтобы ты постоянно этим занимался. Потому что спортсмен, когда он, да, вот выходит там на хоккейную площадку, у меня просто хобби – хоккей. Я сам прекрасно понимаю, что вот я две недели не поиграл, и уже не так хорошо, не так хорошо уже бросок идет. Поэтому вот этой координацией ее надо просто, ну, отрабатывать, и все. Прежде чем мы об этом продолжим, какую мы следующую песню послушаем? Ты знаешь, давай мы послушаем песню, допустим, «Черное золото», я Высоцкую сделал. Вот, будет очень необычный, и один из кантри-музыкантов московских мне в шоу, захлебываясь от восторга, позвонил и сказал, «О, как ты это здорово придумал!» Вот, послушаем. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОЗ. Не, не космос, метры грунта надо мной, и в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже неземной и самою земною. Исправь, если любой из нас, ну чем не чародей, Из преисподней наверх уголь мечем, Мы топливо отнимем у чертей, Ей-ей, свои котлы топить им будет нечем. Взорвано, уложено, сколото, Черное, надежное золото. Взорвано, уложено, сколото, Черное, надежное золото. Да сами мы, как дьяволы, в пыли, Зато наш поезд не уйдет порожней, Терзаем чревом матушки земли, Хоть на земле теплее и надежней. Вот вагонетки душу веселя Проносятся, как в фильме о погонях, И шуточку, ну ты даешь стране угля, Мы чувствуем на собственных ладонях Руби Михайла! Да, мы бываем в крупном барыше, Но роем глубже, голод ненасытен. Копаться в собственной душе Мы забываем о ройсе в антраците. Воронками изрытые поля Не позабудь и оглянись во гневе, Но нас благословенная земля, Прости за то, что роемся на чреве. Не бойся заблудиться в темноте И заклемнуться пылью. Да не один ты! Вперед и вниз мы будем на щите! Мы заберли эти лабиринты! Взорвана, уложена сколота! Черное, надежное золото! Взорвана, уложена сколота! Черное, надежное золото! Звездная гостиная С Виктором Тартановым на Радио ВОЗ Дорогие друзья, Олег Усманов Это и участник группы «Мистер Твистер», Сегодня группа «Пежоны». Также он преподает вокал. Подписывайтесь в Инстаграм Олега Усманова. Тем более, что я веду регулярно Мастер-классы бесплатные Исключительно для того, чтобы познакомить весь мир со своей методикой Потому что одна из преподавателей с Украины просто мне написала Так это же революция Я говорю, да, это революция Главное, чтобы просто люди поверили Потому что я могу человеку раскрыть голос реально за две недели И никто не верит А потом, когда уже начинают работать, они видят, что это действительно так А у некоторых полупрофессионалов, например Они отмечаются за неделю, за две Они повышают диапазон, расширяют диапазон и вниз, и вверх У некоторых там даже на четыре ноты, туда-сюда Олег, вот если так честно сказать Рок-н-ролл это вот такой какой-то протест Это в то время было как бы немножко против течения Против обыденности Но все-таки в рамках рок-н-ролла Ты понял, что тесно тебе То есть хочется чего-то еще И вот это вот разнообразие музыкальных жанров и стилей Которых ты работал Это все-таки требует Вот так даже не было таких, скажем, доступных Прям вот непосредственно каких-то Видеоуроков, как сейчас Не было даже столько, наверное, записей доступных Для просмотра вот этих зарубежных звезд То есть приходилось все это на слух самому постигать И потом дальше ты развивался Казалось бы, там мистер Твистер и так далее Там нет вот этого, вот этой высоты То есть там золотая середина ты поешь Допустим, вы поете Понятно, что там пачки какие-то идут и прочее Но это все на достаточно таком, как сказать Ну, среднем уровне, если честно так признаться Как ты пришел к школе вокала То есть там она и нужна, золотая середина Потому что когда мы слушаем музыку Она прежде всего должна быть комфортна, правильно? Когда начинает, вот извини, вот лепс Ты уже надоел мне, например Это моя позиция Что вот когда постоянно перепады, да, от одного к другому Как ты пришел к школе вокала? Просто удивительно Ведь это дальнейшее какое-то такое развитие Тебе захотелось петь что-то другое, какие-то вокальные партии интересные? Ну, надо сказать вот что Что в моем коллективе сейчас пижоны Там у меня три дудки То есть в мистере Твистере был, получается, контрабас, барабаны, гитара Духовая секция, да? Нет, в Твистере был только саксофон Нет, я говорю, здесь уже нет духовой секции Здесь, да, здесь полные медные секции Это тромбон, труба и саксофон Я даже иногда делаю так, что сол даю трубе Потому что за много лет сакс уже надоел Но тем не менее, наш саксофонист Павел Веренчик В который много лет в мистере Твистере играл Он аранжирует А аранжировать это, получается, что мне надо взять Ну, сейчас на гитаре покажу Мне надо взять какой-то инструмент Ну, скажем, саксофон играет вот такой риф А, допустим, турбайга Сейчас Вот такой То есть одно играет, другое другое И в итоге, получается, уже они слаженно играют И был такой эпизод Мы первый альбом «Пежо» написали на студии И наш звукорежиссер и продюсер Андрей Романов У нас технический директор бункера Б-2, Б-11, Стадиум Лайв Он своим коллегам показывает Смотри, что ты сейчас пишешь? Ну, вот сейчас вот это пишу Ну, да, послушаем Послушали Слушай, ну, это дудки же пластмассовые То есть эти на компьютере сыграны Он говорит А ну-ка, давай сейчас инструменты уберем Убрал инструменты, послушали дудки И они просто за голову схватились Настолько идеально все сыграно Вот в этой музыке, которую мы играем Это, в принципе, называется сейчас Неосвинг Это вот правильное название Музыковеческое Свинг это то, что было до рок-н-ролла То есть 40-е годы Ну, это вот неустойчивые какие-то доли Насколько я понимаю Там где-то какие-то синкопы и прочее Да, да Ну, там, например Свинг же играл Луи Амстронгелла Фиджель Мы думаем, что популярный джаз На самом деле это не так Так это и есть поп-джаз На самом деле рок-н-ролл 50-е годы Стал поп-музыкой А что было до него? А до него 40-е годы Был свинг И там было написано море хитов Sing, 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 sing Everybody starts to sing Ну, вот, надеюсь, я не очень громко Как прекрасен этот мир там и прочее Что пели они, да Вот эти вот Все-таки там много было позитива И мне кажется, вот, твое нынешнее состояние души Оно благодаря тому, чем ты занимаешься Потому что если мы будем заниматься Каким-то депрессником Извини за такое выражение А ведь есть такая музыка Специально депрессивная Я же говорю, да А если ты несешь вот это Классическое и веселое Кстати, что бы мы еще послушали? А ты знаешь А давай вот самое веселое То, что у нас есть Мы когда в клубах играем Или на корпоративах То... Фурор вызывает, да? Значит, вещь называется Чучу Буги Это отец Луи Джордан Был такой альсаксофонист Который очень веселые песни играл И мы вот переделали По-своему сделаю вещь А я обычно говорю, что Представьте себе Как негры путешествовали Ну, не только негры Но и белые в 30-е годы Автостопом По железной дороге То есть без билета Вот И вот такая вещь наша Слушаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА